МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Если вы посещаете богослужение и внимательны при этом в храме, то вы должны обязательно помнить такие слова. Молитвы мирной к тени о путешествующих, недугующих, страждущих и плененных. Вроде бы нет войны, однако же и в наше время многие люди находятся в вольном-невольном плену, в рабстве. Пребывание в плену – это тягостнейшее состояние, однако и оно бывает полезно тем, кто доверил свою жизнь Богу. И сегодня мы расскажем о одном человеке, которого именно пленение и узы, и темница возвели на высокую духовную степень. Речь идет о святом Варсонофии. В святителе Варсонофии, епископе Тверском и чудозворце Казанском. Он родился в городе Серпухове в XVI веке в семье священника Василия. Когда его крестили, назвали его Иваном. Беспричуд – это самое распространенное имя и было, и есть на Руси. Ваня был смышлен, набожен, а когда достиг отроческого возраста, случилось ему попасть в плен. Крымский хан Ахмад Гирей совершил набег на некие области Руси, на Рязань пошел, потом обошел Рязань и оказался в Серпухове. Захватив богатую добычу, татары вернулись к себе в степи и попал в плен к ним сын священника, юный Иоанн. В плену, показав смышленность такую, он быстро выучил устный татарский язык, а со временем научился и писать по-татарски. Он был послушен в трудах, молчалив, благообразен, степенен, так что и враги его, то есть пленившие его, со временем стали относиться к нему с уважением. Находясь в темнице, а потом на подневольных работах, он понял всю суету этого нынешнего мира, понял, что есть нескончаемое блаженство, непоколебимый покой, понял, что в этом же и в этом мире, в этой жизни мы неизбежно будем страдать, и там в плену у него созрело в душе желание, если Бог благословит, он освободится, стать монахом. Прошло много лет, покуда отец, священник Василий, собрал нужную сумму денег для выкупа своего сына. Собственно, это был единственный промысел татар, крымских, нагайских, других. Они воровали людей, грабили, а потом за выкуп отдавали их обратно. Получил своего сына обратно Василия, однако сын решил стать монахом. Он постригся в Спасо-Андронниковском монастыре в городе Москве, и там нарекли его при пострижении в Арсенофии. Это красивое, благозвучное, несколько таинственное имя означает в переводе с арамейского языка «великий сын Божий». С этим именем инок в Арсенофий начал трудиться и вести жизнь постническую монашескую. Не может укрыться светильник зажженный, и нельзя поставить его под спудом, он должен освещать всех находящихся в доме. Так в Арсенофии был замечен, и как архимандрит послан в Казань, новопросвещенный христианский город, отвоеванный у татар. И там, в Казани, в Арсенофии пришлось организовать монашескую жизнь. Зная татарский язык, он много содействовал обращению христианства и просвещению христианством, светом Евангелия, людей, живших в этом городе. Его полюбили, он был трудолюбив, милостив, молитвен, искренне набожен, был настоящий постник. Однако со временем его повели еще на большую степень, и рукоположивые епископы доверили ему управление Тверской епископской кафедрой. К этому времени Русь стонала под опричненной, царь Иван Грозный, совершивший много благого, натворил также много бед, залил кровью многие княжества, совершал бесчинства и думал при этом, что творит волю Божию. Со скорби смотрел святой в Арсенофии на дела, творившиеся в церкви и государстве. А поэтому в скорости решил оставить кафедру епископскую в Твери и уйти на покой. Так вот, уже будучи на покое, он поехал в Казань, где доживал свои дни, а потом был погребен в Казанском соборе, и мощи его обрели в нынешний день вместе со святым Гурием, одним из первых просветителей новокрещенного Казанского края. Память их совершается сегодня вместе. Великий Сын Божий. Так переводится имя в Арсенофии. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, в крещении, по благодати, в вере, становится Сыном Божиим по дару Христа Господа. И я желаю, чтобы каждый нас понял это сердцем и старался жить достойно своего небесного призвания. Кроме Гурии и в Арсенофии, опразднуемых сегодня, мы поздравляем с Днем Ангела Ерофея, Николая, Якова, Тихона и Владимира. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова